приветствую вас друзья вы на канале все для клёва сегодня в очередной раз мы приехали на днестр нашу любимую реку и собрались сегодня половить карпика карася тарань лящ посмотрим что будет то будет что даст дедушка днестр то и будет сегодняшней темой нашего видео хочу проэкспериментировать в очередной раз и поймать рыбу с того дальнего берега здесь порядка где-то 120 метров дальность ну хотя бы метров на 100 110 забрасывать вот и под ту бровку поискать там большого карпа как бы здесь все понятно здесь мелкий карп килограмм полтора до двух так не больше щука видели какая да уже пора уже на щуку ходить вот о чем это я о том береге так вот хочется поймать с того берега карпа так как считаю что там наверняка есть большие экземпляры потому как здесь если вы слышите шум моторов двигателей машин рядышком трасса тут народ ходит бегает рюкает стукает бухает вот поэтому пугает рыбу а по тем берегам по идее должно быть более менее нормально тишина спокойствие и вот там как раз должен быть крупный карп но я понимаю что на свои фидерное удилище которые у меня есть я не смогу поймать не смогу туда закинуть то даже если я и закину то удержать там кормушку от фирмы потап я не смогу почему у нее грунтозацепы говоря слабенькие тут такие более-менее такие слабенькие видите вот и если туда забрасывать нужно иметь во-первых большое удилище где-то длиной 36 здесь деревья вот будут мне мешать это делать но проталины есть погали на такие в которых можно встать и забросить в принципе поэтому я для своего арсенала удилище взял веда рекорд длиной 36 раз второе взял партнер карп 36 тоже ну и мое старое удилище которое никогда не подводила это black power карт который по идее тоже сможет забросить туда оснастку и вытащить туда карпа тут второй вопрос встает каким вариантом туда его доставить эту оснастку ну первый конечно на локе заплыть это не вариант по крайней мере для меня сегодня второй вариант это использовать толстую леску чтобы можно было хорошо швырнуть тяжелый груз течение тут большое течение большое и даже если буду забрасывать то вырастет такое большое пузо из лески и сосед справа который будет ниже по течению будет все время меня цеплять вот и третий вариант это взять метров пять шнура и сделать из него шок лидер использовать более тонкую леску и тоже забрасывать тяжелые кормушки так вот я думаю что вот этими кормушками потап нормально будет ловить на средних и больших дистанциях на средних и малых дистанциях то есть где-то здесь возле бровки и метров 15 20 40 до 50 все дальше туда она точно держать не будет вот какое решение друзья я придумал я беру вот такие как кормушки поближе вот они идут с грунтозацепами видите какие тут острые грунтозацепы вот они есть 150 100 грамм 125 80 грамм даже есть принципе если не ошибаюсь даже 180 грамм есть вот вот такую кормушку в принципе сносить не должно если что мне нравится вот я на руберу вот эту крышку заднюю и буду ловить без крышки попробуем что получится если горох будет высыпаться при забросе я сюда что-нибудь при колхозе какой-нибудь вариант я придумаю наверняка и хочу попробовать вот на эту кормушку забросить туда максимально далеко под тот берег так чтобы эта кормушка держала оснастку держала всю эту леску которая будет на течении сносить вправо ладно я много наговорил еще только скажу что буду ловить на оснастку инлайн вот я навязал такие отводики буду ловить на горох и возможно попробую на макуху поводки тоже уже навязала принципе все готово так что ладно поехали ребята окна что первое стало заброс был прекрасный где-то на 95 98 метров но ушла леска вправо вниз по течению то есть получается так что сто двадцать пять грамм маловато ну конечно мне леска стоит тут 0,35 ладно поставим сейчас 150 ку карповому делищу буду использовать катушку вейда аж у 50 есть 50 60 40 в зависимости от ширины шпули она мне нравится ей уже пользуюсь не первый год железная ручка мгновенный стопор битрана работает безотказно короче то что надо просто походу все вот в так наши друзья закинуты у нас три наших карповых удилища black power carp 33 метра партнер карп 36 и рекорд 36 метра они все отличаются по забросу скажу вам самое комфортное было мне кидать в принципе black power carp из-за того что я знал что там на кончиках каждого колена есть латунные кольца которые не позволят сломаться удилищу и как-то я не боялся кидать его удилища партнер карп ну так знаете побоязно было кидать но в принципе ну выдержала нормально заброс и проблем с ним не было и мягеньким кончиком вроде как карповое удилище но вернее позиционируется как карповое но реально там кончик вы понимаете фидерный кончик на удилище производитель говорит о том что у него тест до 200 грамм поэтому кормушку в 125 грамм она нормально забросила друзья на ближней и средней дистанции ловить тоже буду поэтому мои кайда импульс 2 фидер хамелеон silverfish от анаконды и альбатрон от кайды мне в вот мои рабочие удилища с которыми я уже не первый год рыбачу друзья хочу приспектировать вот таким крючком от фирмы анаконда вы видите у нее короткое цевьё вот такой коротенький и попробую его сделать с волосыной оснасткой как раз красивая слушайте до средняя дистанция начала работать это хорошо трофея нет но целом такой именно порционный на макушатник до порционный какая макуха к макуха работала сборная соленка сборная вообще все что угодно да но на разную абсолютно это сработало но как 90 процентов пенопласт парочку на дорог но пенопласт парочку может там что-то еще но все горох не червя не опарыша не как кстати что самое интересное нет карася карася только пару штук пару штук есть один очень хороший такой на 660 грамм его взвесили даже аж стало интересно вот ну карася нет есть фотка можем скинуть ну что давайте испоем ребят давайте ты будешь так делать когда мы скажем ты молодец конечно да сразу при проснется знаменитый аж мы пойдем с краю по полю бою мы пойдем ранено по полю бою мы пойдем сранем папу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Олюшка, майор, родники Золотая рожь Золотая рожь Золотая рожь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Наш утренний карпик Красавец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая полторашка тут даже Субтитры создавал DimaTorzok Дальний заброс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальний бак Включился 這麼多 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, але не единственный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите какая здоровая какая большая это вообще ну просто супер я таких еще честно не говорил ни разу хочу спасибо сказать производителю за то что сделал заднюю стенку съемную вы видите то есть ее можно при необходимости обратно воткнуть на место в кормушку и она будет держаться нужно убрать пожалуйста можно убрать поэтому вот это вот за это большой плюс ему и спасибо друзья хочу показать как влияет толщина лески на от нос грузила при одинаковом весе грузила в 150 грамм вот леска на 35 если вы видите ну чуть-чуть отклонена то есть получается при забросе пока грузила не упадет в воду его сносит немножко и 0.4 сюда отойду 0.4 леска уже угол отклона больше угол наклона разный при перпендикулярном забросе относительно реки если вы конечно видите то есть принципе 0.35 леска нормально держит при хорошем качестве и держит 150 граммового грузила там и там 150 граммового грузила стоит ставил 125 несет немножко это все каждый день меняется и сила течения и наличие травы в воде тины которая несется поэтому нужно избирательно подходить к этому моменту иметь нужно в арсенале разный граммов этих грузил друзья вот мои соседи оказались те которые поющие рыбаки оказались еще большими кулинарами приготовили прекрасную уху ознакомьтесь вот такие вот мы да как вас зовут саша саша очень приятно так вот еще один рыбак как вас зовут ярослав ярослав очень приятно ярослав алексей очень приятно и михаил друзья вот они поющие рыбаки пригласили меня отведать юшки рыбацкой попробуем сейчас оценим и пойдем дальше ловить так это рыбный суп или уха все таки что это точно уха сто процентов рыбный суп он с чем-то идет а уха это когда целыми целыми кидаешь картошку да не рыбный суп от ухи отличается только одним чем добавлением водки или не добавлением на на воду, музыкой обязательно да друзьям очень вкусно очень вкусно это это лёгкое перебрал чуть за рыбаков да кстати говоря оказалось у Ребята тоже, подписчики канала Всегда Клево. Да. Я точно. Всегда, конечно же, тут интернет. Вы увидите? Только суню. Вот тебе, пожалуйста. Узбагойся, мы не приедем, узбагойся. Ну, моя жена любимая. Не попробуй. Да, моя любимая жена. Привет. Привет. Привет позиция. Евгенияzyнка. Так, это у нас с утра уже четвертый, красавец. Орел, смотрим, да, за нижнюю губу все как в классике. Кручочек, восьмерочка, хорошо зашел. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, смотрите какой красивый карасик. Золотистый, да что это? Смотрите. Друзья. 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 вот хорошо мой зацепился следили еле-еле за за губу друзья вам говорил что подписчики канала все для клёва самые лучшие потому что за собой убирает весь мусор посмотрите вы видите хоть хоть одну мусоринку все убрали все вот там смотрите я пытался с этого мешка достать еще немножко спалить но вы же свой свой мусор собрали да мы свое что могли сожгли так что не горит так с собой забрали вот она с нами вот это мы грузим прицеп и увозит все красавцы вот друзья я я хотел бы чтобы каждый из вас вы точно так же поступал я бы хотел бы каждый тот негодяй который вот такую вот оставляет не буду говорить что я думаю по него по крайней мере чтобы дедушка детства ему не давал рыбу вот это вот этим негодяем правильно поэтому друзья вот кто не ловит рыбу то понимаете вы поняли почему дедушка детства не дает потому что нужно за собой окурки не кидать пачки спать сигаретам всякие всякие мусор и так далее правильно что спасибо вам большое за совместную рыбалочку а самый интересный момент ну давайте давайте посмотрим что там у вас двое суток за двое суток друзья да да на четверых ведро 800 грамм уже ввесит 800 грамм ведро да и идите лететь бляха муха не но это капец тут в одно ведро не влезет я хочу мне неинтересно мне совсем неинтересно сколько порвешь порвешь охотник канал очень хороший смотрите очень много интересных вещей которые поучительных вещей познавать познавательный даже познавательных вещей смотрите подписывайтесь очень хороший канал советую всем сам подписан и не жалею спасибо спасибо всего хорошего друзья обратите внимание как плавает подсак алюминиевый и не тонет очень удобно когда один видишь на рыбалку работать с таким подсаком субтитры 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 смотрите друзья 20 сантиметров и не хватает какая жирная красивая тарань супер сразу еще одна поклевка получается клюет прямо в лед понимаете друзья посмотрите вот еще один рыбак и опять кормушка от фирмы потап вы видите добрый день меня зовут александр добрый день меня зовут виталий очень приятно я покупаю своего друга александра третьякова в его интернет-магазине все для клёва мне очень нравится эта камушка вот я в принципе делаю такую же снасть как и александр но вот здесь в конце перед поводком я вяжу петлю и делаю путем петля в петлю привязываю поводок а как же у вас тут он не слазит вот здесь довольно таки большой узел и я еще ставлю бусинку перед перед самой кормушкой перед этим поводочком пластмассовым ставлю бусинку чтобы не было чтобы он просто сюда не входил и он довольно таки крепко держится то есть получается бусинка не дает возможности проходить да да и она не разбивает узел смотрите друзья очередной вариант использования кормушки и фидерной оснастки как сделал виталий как по мне то вообще жизнеспособный нормальный вариант и крючок у него такой интересный до гамакатсу да да гамакатсу шестой номер мой любимый на сегодняшний день это крашеный он такой да это он в такой оплетки но чуть-чуть уже поистрепался конечно это шо вы же вы второй раз уже ставите на рыбалке это уже седьмой раз то вышел не надо менять одного карпа надо менять надо довольно таки острый вот я вам показываю по ногтю она пожалуйста отличные крючки ты покупая тоже все для клюва в этом же магазине очень приятно спасибо виталий спасибо большое вам ну удачи вам всего хорошего да спасибо друзья с дальнего заброса карасик хороший такой нервный так ну что делаем опять очередной дальний заброс до того берега буквально 15 метров в принципе куда хотел туда и попал и друзья очередная поклёвочка карповая ставок берега есть очередной красавчик так друзья чередной карпик на дальний заброс друзья оказывается тут пол берега подписчики канала все для клёва да да посмотрели этот канал и начали ловить рыбу да а что раньше не ловили раньше на макушатник и каши ловили карасиков очень давно карпов на макуху куда еще горохом здесь не кормили посмотрели ваш канал и видели кормушки потапать ваши ну таранишка красивенько ваши снасти все по вашей методе все по нашей лови да вот друзья уверуйте и вы кормушку от фирмы потап и у вас точно также будет все хорошо ребята только встали уже и карпа поймали да да и один сошел один сошел а наверное из-за того что плохой крючок а ну покажите крючок не не дорогие так ну крючок принципе нормальный если что надо горошину горошину давай одевать еще еще выше туда вы поняли от жало дальше я понял то что когда если маленькое цевьё то много сходов не было я поставил чуть меньше цевьё и у меня было очень много сходов постоянно я поменял вот это побольше цевьё поставил вот горошину туда дальше нужно ставить или или горошину продевать между двумя половинками вот два варианта не через две половинки а между двумя вот с таким крючочком на макуху на китайские пружины на кашу ловили ловили капов небольших ну ловили сейчас макуха не работает и вот этот в ютюбе смотрел там смотрю иногда после работы приходу смотрю youtube и увидел ваш канал все для клёва . не там ну не помню и посмотрел рыбалка на днестре специально забывал рыбалку на днестре потому что часто ездил на днестре и увидел вас и попробовал в эти кормушки я взял две штучки две кормушки и я их наловил одна осталась у меня одно оборвал одна осталась последняя я на самого на большого карпа и оставил за наверное еще когда я с дядькой ездил я не ловил таких и сейчас взял себе сразу мы с другом товарищем взяли 25 штук себе сразу право зале с равеном не мучиться уже чтобы были про запас а то не дай не сюда по две кормушки вот так друзья но и столько года два назад не было столько людей что нельзя было невозможно где стать раньше приезжали но года два-три назад приезжали выбирали место дел где лучше стать а на сегодняшний день нереально стать потому что народ обеднел и не каждому по карману платить там 300 400 гривен за то чтобы половить какому-то пруду это единственное осталось бесплатное место в котором можно чуть-чуть половить нормы вылова до 3 килограмм на ставках 3-4 килограмма а здесь называется бери не хочу кстати говоря начало ходить робинспекция уже дошла с 3 килограмма пять снастей на человека и 3 килограмма суточный вылов но суточная норма вылова рыбы что будет делать с рыбой если до воскресенья будем отпускать крупную крупную братья мелкую отпускать если крупный будет много жарить будем а девушку курить он им давать о о о о молодцы хорошо все удачи вам ребят счастливого вот друзья у нас поклевочка это хорошо это получается средняя дистанция ребят работает друзья Продолжение следует... Друзья, вот такой у нас уловчик, карпики, тарань, карася практически нет там. Нет, есть штучек 3-4. В основном карпи и тарань. Какие хочется сделать выводы? Ну, во-первых, хорошо работал дальний заброс, кормушка себя очень хорошо показала. И 150-граммовая нормально держится на течении с леской 0,35-0,4. Вся рыба ловилась сегодня. Вчера я приехал, поймал всего лишь 2 тарани, вы видели. Все остальное сегодня, причем очень-очень хорошо ловилось. Карпики, ну просто красавцы, посмотрите. Крючок с крутким цевьем, в принципе, нормально отработал. Была четверочка, я поставил шестерку, шестерка тоже работала. То есть я сделал для себя вывод, что нужно брать, например, 5 удилищ или 6, 3 из них дальний заброс, и 2 на средний, либо ближний. Где-то вот так. Ну, примерно, плюс-минус, там, корректировать нужно будет в дальнейших рыбалках. А так, дальний заброс мне очень понравился. Профея сегодня не было, ну, шумаем, это маем. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клево. Всем удачи, всего хорошего. Будем прощаться, пока. До новых встреч.